Здравствуйте! Сегодняшний видеообзор частично будет посвящен тому видео, которое я выпустила ранее под названием «Где был Дербан в 2 часа? В каком состоянии?». Также я просила вас в ваших комментариях делиться, что вы думаете по этому поводу. И некоторые комментаторы, высказывая свое мнение, были, скорее всего, по моему мнению, опять же, были очень близки, возможно, к тому, что происходило. Итак, Лиза Антонова нам пишет. Первое. 12 друзей сказали Даше. Звони папе срочно. Он знает, как от ментов скрыть преступление. Даша звонит. Папа, срочно едь. У нас серьезное ЧП. Возможно, оно было так, потому что, как я понимаю, опять же, из слов Дулина, что дети боялись, что их родители увидят в нетрезвом состоянии. Зачем тогда было звонить папе? И папа едет, получается. Вот опять же, размышляю на эту тему. Папа едет, выскочил он из бани. И так все это резко случается. Ну, явно какое-то ЧП. Если бы просто какое-то происшествие или нужно было детей забрать с этой поляны, я так считаю, что выскакивать из бани было бы тут не нужно. Второе. Как он пишет Лиза Антонова, сам был в шоке. И чтобы не подать виду, что что-то знает, не присутствовал при поисках. Ну, вот тут немножко искаженно, конечно. Он участвовал при поисках, так как это его прямая деятельность. И он был там по роду своей работы. Ну, вот причастен он к поискам или нет. И делал ли он эти поиски или делался вид, что он делает эти поиски. И это уже только мы можем размышлять. Третье. За два часа хоть как-то прийти в себя. Можно прийти в себя и спрятать следы преступления. И наметить план действий. Да, вот эти два часа меня постоянно смущают, о которых сказал Юрий Василевич. То, что получается, заведомо Влада оставили на два часа без всякой помощи. И, зная, что ему до этого было плохо, его тошнило, там какие-то действия с ним производили, откачивали, не откачивали, приводили в чувство, в сознание. Ну, то есть, и вот при этом, при всем, отец, быстро приехавший, выскочивший из бани, приезжает забрать детей в клуб. Вот для меня вот тут вот непонятно. И очень многое, что не сходится. Четвертое. Тем, что намечал план действий и скрывал следы преступления, хочу дополнить, что он должен был отозвать дочь в ультиматовой форме, потребовать рассказать правду, чтобы знать, не замешана ли она, так, из тех, перед кем он обязан или кого боится, чтобы не быть покровителем преступления ради ненужных и неблизких ему людей. Ну, это понятно. Его дочь уже присутствовала при том, что при загадочных обстоятельствах, как указывали, что Влад потерялся, и раз там распивалась, распивали спиртные напитки, употреблялась еще, возможно, кое-что. То есть, ну, тут она уже, как бы, по моему соображению, она была уже к этому ко всему причастна. И пятое. Дулин говорит все, как ему скажут серьезные люди. Говорит он так. Да, я бы не сказала, просто у Дулина тоже может быть искаженная информация и какое-то представление о том дне, ведь ему, как сказали, правда, что, ну, вот так он и думает, что это так все происходило. Возможно, он знает что-то еще, но, опять же, это не для наших ушей. Я же, в свою очередь, очень надеюсь на адвокатов родителей, то, что они все-таки докопаются до истины и предъявят свои претензии и требования по тем или иным каким-то вот несостыковкам, и они уже на данный момент указывают на это все, и это все прорабатывается, и это в разработке, и это очень-очень отличная новость для нас, для всех. Я так вообще этому всему рада, так как за это взялись очень серьезно, и мне кажется, даже вот какая-то цепочка, когда будет раскрываться, вот в виде вот этих вот халатностей, каких-то поступков, неадекватных действий, которых очень множество в этой истории, то раскроется и разоблачатся многие лица. Цепочка вся эта рухнет, мне кажется, и уже не будет такой сплоченной стеной для родителей. Я очень на это надеюсь, я верю в работу адвокатов, это 101% для меня, я с полной уверенностью могу сказать, что все у них получится, и виновные понесут свое наказание. Также виновникам, если есть таковые, то они должны, мне кажется, ну по каким-то вот человеческим, да, соображениям, не такие уж они тупые, раз проработали вот такую схему возможную, то они должны прийти, как бы явка с повинной, она всегда существовала и существует, и это очень облегчит их дальше существование, так скажем, жизнь их, вот. И так, я хочу зачитать еще один комментарий, привозил же он дочь на поляну, какое-то время там был, потом поехал дрова колоть, как говорят, а может и не колоть, а просто растапливал баню, что сокращает время. Кто-то приехал в это время на поляну, вот она и вызвала его туда, я думаю, не из-за Влада, а приехал тот, кого они караулили и все. Но тут я немножко не поняла, да, возможно, кто-то приезжал как бы на поляну, но я все-таки хочу добить эту тему, так как эта тема, она самая вот у истоков стоит изначально. Почему бездействовали два часа, в том числе Дербанов, почему Дербанов, так очень скоропостижно выражусь, бежит, едет из бани, выбегая, едет к дочке, просто для того, чтобы ее забрать. Нет, там были такси, то есть в доступной форме можно было уехать на такси, и опять же тут у меня несостыковочка с тем, что они пьяные, все начали выбирать с поляны и боялись показаться в нетрезвом состоянии родителям. Мне кажется, что там все-таки что-то произошло, и потому вот такой вот быстрый выход из бани и приезд на поляну. Далее, конечно, тут уже все как в тумане, и мой второй вопрос был, в каком состоянии в субботу после баньки мог быть Дербанов? Для меня это, я еще раз повторюсь, для меня это главное действующее лицо в этой цепочке, и мне кажется, если эту цепочку разорвать, вот это вот, это звено, то есть вся цепочка, она рухнет. Вот, Надежда Ванюшина, а потом он эти два часа сто процентов прятал тело Влада, но если не тело, то полуживого куда-то, не один, а с кем-то вывез его, может передал кому-то Влада, но он точно знает, что случилось. Ну, я тоже так как бы подразумеваю, что он знает, что случилось, потому что он, опять же, повторюсь, был первый в этой истории, да, кто мог видеть Влада или же уже не видел Влада, но принял участие в его поисках. И принял не совсем как-то полномерно для меня, не задействовал, опять же говорю, свои ресурсы. И вот этот вопрос, он остается главным у меня на протяжении очень долгих месяцев. И, конечно же, так как я надеюсь на адвокатов, что все будет так же, я надеюсь на ту информацию, которая была опубликована в СМИ, что 29-го все-таки кто-то проговорился, то есть не именно 29-го, а до 29-го января, что кто-то проговорился и нашли останки, предположительно, Владислава Бахова. Я, конечно же, хочу объяснить и вам, почему я так думаю, почему я так надеюсь, потому что, опять же, если вернуться к хронологии, смотрите, получается, что 25-го, да, были назначены выезд, выход, 28-го там уже была съемочная группа, 29-го просто за какой-то час-два находят останки, которые не могли 10 месяцев найти. То есть, если посмотреть эту хронологию о том, как Сальвар собирался снимать фильм об этих поисках и как проходили поиски, поисковики шли от друг друга, получается, на довольно-таки большом расстоянии, что там невозможно было что-то увидеть, но они шли вот именно, мне так кажется, опять же, к назначенной какой-то цели, к ориентиру какому-то, и в оконцовке они все-таки пришли и нашли вот эти вот останки. То есть, тут в моем видеообзоре я вселяю в себя и, конечно же, у вас такую надежду, что, первое, это адвокаты семьи, которые уже обратили внимание на все халатности и несостыковки, и вторая отличная надежда, на которую мы можем также рассчитывать в хороший исход этого дела, это вот тот человек, который мог, да, как бы раскрыть ту тайну, где прятали, или где мог бы быть Влад, его останки, предположительно, то есть по тому ориентиру шли вот как раз по наводчику, какому-то человеку, и если вот эти два составляющих, о которых я говорю сегодня в своем видеообзоре, они существуют и имеют правдоподобность, то, пожалуйста, это дело очень быстро, как бы, встанет в новое русло, и виновные понесут наказание. Я же на это очень сильно надеюсь. Вот такой у меня быстрый, получается, видеообзор, дабы не загружать вас информацией. Но этот вопрос я оставляю открытым, так как очень-очень много интересных комментариев, поэтому я очень вас благодарю за такую поддержку мысленную, вот, и выдвигание версий ваших, да, выдвижение версий ваших, что вы так активно пишете, и я подчеркиваю оттуда какую-то для себя информацию. Также отдельно с первого дня, как я начала следить за историей Владислава Бахова, я составляю свою хронологию, и мне будет интересно, кто еще, может быть, составляет, или хотите, примите со мной это участие в составлении этой хронологии. Ну, то есть, вот у меня два пункта, они как бы помечены зеленым радужным таким для меня приятным цветом, что все-таки близко-близко очень к разгадке к этому. Да, также повторюсь, что вопрос остается открытым. Где был Дербанов два часа? Ну, конечно, в каком состоянии этого уже не важно, это уже не самый главный вопрос. Ну, где был Дербанов два часа, вот эти, которые огласили нам, что Влад мог бы быть где угодно и как угодно. Какие ваши предположения, как всегда, жду в комментариях. До новых встреч, до новых видео. Всем добра.